Почти месяц разгоняла российская пропаганда, ну им нечего делать, они придумывают себе нарратив и долго с ним радуются и живут, что они якобы убили Валерия Залужного, главнокомандующего украинскими вооруженными силами, да, командующего военно-вооруженными силами, Зеленский наверное главнокомандующий, вот, который собственно их и матросит россиян последний год, да, великого действительно генерала и вот якобы он попал в засаду в Днепропетровске, они его взорвали, убили, а потом значит он почему-то появился на Кипре, но на Кипре оказался не он и в общем потом он тяжело ранен, РИА новости сообщает, что он тяжело ранен, он не может ничего, все, сгорел, погиб на работе, его не показывают, скрывают, хотя все это время он вел обычную абсолютно, как бы, жизнь и там вручал дипломы в Одессе и что-то еще нет, это все старые кадры, умер, умер, единственная надежда Украины, а украинцы это скрывают и это была единственная их радость, там сотни тысяч комментариев, наконец-то мы отомстили за татарского, за шматарского, за Дугину, Шмугину, всех остальных, победили за Лужного, вот, ну, он там, видимо, уже устал от этого долбоебизма российского, который сам себе придумывает новость, потом сам себя в ней убеждает, потом сам себя, значит, радуется своей придуманной абсолютно победе, да, и в итоге появилось вот такое видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И операции вроде Белгородской и все остальное, как видим, все с большим успехом, помпой. Очевидно, что не без поддержки и планирования и задумок генерального штаба Украины это все. Вот и ну просто ты думаешь, ну вот как у людей, когда нету побед, как у них рождаются эти фейки и как они потом хотят, чтобы им верили. Это как 70 убитыми из легиона России. Потом этот легион дает пресс-конференцию, целиком смеются. Потом выясняется, что там фотографии техники полностью постановочные и так далее. И этот Кокошников, который 125 хаймарсов уже там сбил все в 16-е, которые еще в Украину и не поставлены. Потом этот Небензи с боевыми комарами. Думаешь, что у них в головах? Просто, что у них в головах? Ну насколько они идиотами считают свой собственный народ, друг друга и людей. Когда все это так легко проверяется. Элементарно проверяется. Мы уничтожили всех диверсантов, легион России и так далее. Тут же на следующий день спокойно все делают пресс-конференцию. Стоит этот легион, улыбаются люди. Стоят эти их боевые машины, танк. Танк не смогли подбить. Или там два танка, на которых этот легион России въехал. Ни одного трупа не смогли показать. Ни одного трупа не смогли показать. В итоге, ну там, эти сами признали, что у них два человека погибло, но они, видимо, своих товарищей и вывезли. Ни одного трупа. И показывают хаммеры постановочно с чистыми шинами, да, которые якобы по грязи ехали. С чистыми шинами и без следов протектора подъезда и отъезда. И с пустыми салонами, где нет ни капли крови. При этом разрешеченные в решето. Ну кого они пытаются обмануть? Вот это вот меня, знаешь, больше всего. О чем мы говорим, ребята? Ну вот, ну передал им привет заложные. Думаю, что и не только вот этот морской дрон, который подбил их суперновейший корабль радиоэлектронной разведки. А у них все проблемы с радиоэлектронной разведкой у России. Вон партизаны в мочулищах подорвали им этот самолет за 300 миллионов долларов. Американские ракеты Харм противорадиолокационные там выводят все радиолокационные станции к чертовой матери. Потом у них большая была станция на крейсере Москва, потому что он огромный, высокий, мощный. Он мог обозревать гигантскую акваторию. Потопили Москву. Потом они поставили радар на острове Змеиный. Нет радара на острове Змеиный. Ну и теперь вот они ввели в состав флота в Черное море специальный корабль. Этот корабль прямо на въезде в проливе Босфор подбили эти дроны морские. Ну вот такие приветы от заложного. Как по мне очень смешно, друзья. Вот. Сейчас если найду. Если найду. Даже, даже видео есть. Вот. Пожалуйста. Как действуют морские дроны. То есть сначала там россияне показали, как они какой-то один дрон якобы взорвали. И тут же украинцы. А вот это что? Что? Та-па-даа. Та-па-даа.